Я считаю, что мы очень хорошую игру сыграли, в очень многих моментах переиграли соперника. То, что планировали на поле у нас получалось при выходе из обороны, при создании позиционных атак, при завершающей фазе. Конечно, не хватило немножко точности в завершающей фазе эффективности, но над этим работаем. У всех команд есть эти проблемы, не все команды очень хорошо завершают атаки. Но еще соперник очень агрессивный, высоко пресс-ринговал постоянно всю игру. И мы пытались против этого играть в свой футбол, держать свою философию, стиль игры. Да, получили гол из-за ошибки, ничего страшного, мы приветствуем этот футбол, не будем ошибаться и дальше, ничего страшного в этом нету. Главное, делать виводы и работать над собой, чтобы таких ошибок было мало. Мы очень признательны за хорошую работу футболистов и в целом очень доволен насыщенностью игроков. Во-первых, нам очень трудно играть на натуральном газоне. Мы привыкли играть на искусственном поле. Переход с искусством на натуральный у нас немножко трудно получается. Естественно, технический брак чуть в процентном соотношении, чуть выше становится. Но мы тут играем уже третью игру, мы уже начали адаптироваться к этому. Мы только владением мячом проиграли последнюю игру соперника. До этого мы все выигрывали и выигрывали в очень хорошем соотношении. Но самая главная статистика – это счет. Мы проиграли 1-0. Неважно, сколько мы владели мячом, сколько мы передачи отдавали. Да, мы приветствуем этот футбол, мы преследуем этот футбол, чтобы играть с мячом. Чем больше мы касаемся мяча, тем больше мы развиваемся. И вокруг этой философии мы строим свою игру. Ну, это соперник для нас очень хороший. Мы постоянно растем, 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 несмотря на то, что мы проигрываем мячу и играем. У нас еще 5-го числа есть игра. Посмотрим, что мы можем сделать за этой игрой, чтобы победить, играть с хорошим футболом. Продолжение следует...